Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем разговор о реактивных двигателях и реактивной тяге. Прежде всего в том аспекте, что тягу реактивного двигателя можно рассчитывать двояко. С одной стороны по импульсу, вытекающей из его сопла реактивной струи, а с другой стороны по не скомпенсированному давлению в его камере. Нам уже сделали замечание о том, что мы в самом первом ролике не рассказали про сопло Лаваля. Здесь я должен сказать, что сам этот разговор состоится в одном из следующих роликов. Соплу Лаваля надо посвящать целый отдельный ролик, потому что в нем потоки, вытекающие из двигателя, разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Это отдельная тема. А сегодня мы поговорим о гораздо более примитивных соплах или лучше даже сказать насадках. И прежде всего о насадке, которой в связи с проблемами гидродинамики обсуждал французский морской инженер Жан-Шарль де Борда, живший в 18 веке. И этот человек настолько интересный и так много сделавший для науки, хотя мы об этом почти ничего не знаем, что я очень рекомендую вам прочитать о нем статью в русской Википедии. Она хорошая и показывает его с разных сторон. Насадками в гидродинамике называют сопла разной формы. Насадок Борда это трубка, вдвинутая внутрь камеры. А давление в камере будет создаваться гидростатически с помощью вот этого сосуда. Ну и все это установлено на автомобиль, который сейчас должен поехать от реактивной тяги, если я открою пробку. И это действительно произошло. Он проехал небольшое расстояние. А теперь посчитаем силу тяги нашего реактивного двигателя двумя способами. И первый способ будет через импульс вылетающей струи. Ну тогда сила тяги это масса, вылетающая за единицу времени. Ее обычно называют массовым расходом и обозначают буквой Q. умножить на скорость струи. Массовый расход это произведение плотности на сечение трубы и на скорость V. Ну еще одно V приходит отсюда. Получаем ρV в квадрате S. Но поскольку скорость струи определяется высотой гидростатического напора, то здесь можно воспользоваться законом сохранения энергии. Или что то же самое принципом Бернули. И сказать, что квадрат скорости в F квадрате есть 2GH. Мы это сюда подставляем и получаем 2 ρGH S. Первый расчет. А второй расчет через площадку S, на которую приходится не скомпенсированное давление. Площадочка напротив насадка. Ну и здесь все считается совсем просто. Надо гидростатическое давление, которое создается в этой точке, где нет никаких потоков жидкости, умножить на площадь. Давление это ρGH. Умножаем на S и получаем ρGH S. Формулы по виду одинаковые, но отличаются вот этой двойкой коэффициентом. Расчет первый дает в два раза большую силу тяги. Ну и теперь спрашивается, то ли я здесь что-то потерял, то ли какая-то из этих формул не верна. А может быть они обе верны, но я неправильно ее применяю, потому что пользуюсь неадекватной моделью. А может быть дело еще в чем-нибудь. Ну и в общем в этом месте мне бы хотелось, чтобы вы подумали, остановили это видео, написали, что вы об этом думаете, а потом посмотрели на мои рассуждения. И чтобы ответить на вопрос, какая из этих двух формул верна, а какая не верна. И кстати сказать, я давление гидростатическое ρGH заменил здесь просто одной буквой P. Давление, создаваемое внутри камеры. Надо сказать себе, что насадок борда, вот эта трубочка, которая заходит внутрь камеры, это в каком-то смысле такое теоретическое устройство, позволяющее дать ответ на этот вопрос. Дело в том, что поскольку насадок заходит далеко, жидкость втекает из него, устремляется, как бы и разгоняется вот здесь, в окрестности входа в насадок. И в этом смысле далеко на стенках камеры течением жидкости можно пренебречь и считать ситуацию статической. Значит давление всюду на стенках камеры одинаково. Ну и поэтому вот эта первая формула является правильной. Сила, действующая на камеру, это произведение площади площадки на давление P на S. А вот в этой второй формуле, которая получена через закон сохранения энергии, имеется лишняя двойка. Сила в два раза больше, чем она на самом деле. Ну и это происходит то ли потому, что в F квадрате на самом деле в два раза меньше, вот здесь уже, на истечении. То ли потому, что в каком-то смысле площадь вот здесь надо считать не вот эту площадку S, а другую площадку в два раза меньшую. И что неудивительно, оба эти ответа, вот в некоторых моделях, каждая в своей, являются правильными. И мы эти модели сейчас поочередно рассмотрим. И первое разрешение этого противоречия с уменьшением площади струи в два раза делается в модели идеальной невязкой жидкости. Ну посмотрите, вот вода втекает со всех сторон внутрь патрубка. Тем потоком, которые идут с этой стороны, им приходится очень резко развернуться. Чтобы они разворачивались, давление в середине патрубка, она в ходе должно быть выше, а на краях трубки, вот здесь, давление должно быть ниже. Давайте эти области пониженного давления вот так подкрашу. Ну и разгон происходит дальше, и вода отрывается от краев и образует такую струю, которая в этой области не касается трубки. Она разгоняться продолжает еще дальше, поскольку она движется быстрее, площадь струи становится меньше, в конце концов струя заужается и вылетает в ту сторону. Ну понятно, она не должна для этого загнуться от силы тяжести и коснуться нижней стенки. Ну при этом, вот для того, чтобы рассуждение по нескомпенсированному давлению было согласованным, нам нужно считать, что конечная площадочка сечения струи ровно в два раза меньше, чем сечение на входе, по отношению к которому мы считали нескомпенсированное давление. И все формулы приходят, ну так сказать, в гармонию друг с другом. Противоречие устраняется. И именно такую задачу, между прочим, решают ученики физмошколы. Она имеется в задачнике, там где как раз и обсуждается реактивное движение. Но сделаем эксперимент, и мы видим, что никакого заужения струи не происходит. Она занимает все сечение трубки. Так что на практике нам требуется другое решение с уменьшением скорости. И такое решение с уменьшением скорости струи и потери энергии было предложено Барда и его коллегой Лазаром Карно. В этом решении за кромками патрубка происходит срыв струи и возникновение турбулентной зоны. Она здесь показана у меня красным. Поэтому струя сначала сужается, потом теряет свою энергию, начинает расширяться. И получается, что струя, по нашим расчетам, теряет ровно половину своей энергии. Так что В квадрат уменьшается в два раза. И вот мы подумали, а может быть можно обрезать трубку покороче и получить на этой короткой трубке такое течение, которое отрывается от краев насадка и не успевает коснуться его стенок. Давайте посмотрим, что у нас при этом получилось. И вот мы видим, что попытки срыва действительно происходят, но струя является турбулентной вся. Так что модель Барда и Карно с выделением особой турбулентной зоны, по-видимому, тоже является упрощением. И теперь настало время нашего заключительного вопроса. Мы видим, что в патрубке Барда теряется ровно половина энергии воды. Ну и конечно естественно спросить, а как сделать такой патрубок, в котором потери энергии будут существенно меньшими? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»!